В минувшие выходные во Франции близ города Лиман прошел знаменитый суточный марафон, ставший финальным этапом суперсезона чемпионата мира по гонкам на выносливость. Победный дубль в гонке и в чемпионате ожидаемо достался заводской команде Тойоты на гибридных прототипах. Второй год подряд золото взял экипаж номер 8 – Фернандо Алонсо, Себасьен Буэми и Кадзукина Кодзима. Большую часть гонки лидировала другая Тойота – номер 7, однако прокол колеса и внеплановый пидстоп отбросили Хосе Марии Лопеса, Майка Конве и Камуки Кабояси на второе место. Однако настоящим триумфатором стала частная российская команда СМП Рейсинг. Экипаж номер 11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стофеля Вандорна стал бронзовым призером 87-го по счету Лимана и лучшим среди команд, выступающих на негибридных автомобилях. До финиша коллектив СМП Рейсинг доехал без приключений и завершил суточную гонку с отрывом в три круга от ближайшего преследователя – швейцарской команды «Ребельон». Бороться с гибридами очень сложно. Машины быстрые, они вообще на пидстопах, они там по минуту, у нас минуты 15. То есть все сделано для того, чтобы они не только были быстрее, но чтобы они еще выигрывали. Поэтому я считаю, что мы среди негибридных машин, мы первые. Я очень рад своему первому лимановскому трофею и невероятно благодарен команде СМП и Борису Ротенбергу за возможность гоняться в СПА и Лимане. Потрясающий опыт. Это чувствуется почти как победа, потому что за вычетом Тойоты мы частная команда номер один. По итогам восьми этапов чемпионата команда СМП Рейсинг стала бронзовым призером мира в гонках на выносливость, как в классе LMP-1, так и в абсолютном зачете.